Мне очень приятно сегодня вместе с вами открыть Библию и посмотреть на одну историю, которая, я надеюсь, поможет каждому из нас ответить на один очень важный вопрос. Этот вопрос вы видите здесь. Нужен ли тебе Спаситель? Нужен ли тебе конкретно Спаситель? Перед тем, как мы об этом поговорим, я хотел сказать две вещи. Первое. Хотел присоединиться к поздравлению всех мам. И если бы мамы, вы могли бы встать, чтобы мы вас увидели. Мамы, если бы мама, встаньте, пожалуйста. Давайте мы еще раз их поздравим всех мам. Я не знаю, где бы мы были и как бы мы выглядели, если бы не наши мамы и наши жены. Поэтому не забудьте, дети, купить цветы вашим мамам. И помните, что в пабликсе они не очень хорошие. Есть в других местах получше цветы. И второе. Хочу сказать, что я проповедую редко. Опыта у меня большого нет. Поэтому если что-то будет непонятно, то виноват Виталий. Или мой профессор, который сказал, что мне нужно проповедовать, чтобы пройти мой класс. У меня, кстати, была одна ситуация лет так 17 назад. Мы с моей женой поехали посмотреть, где родился я и она. И когда мы были в Ялте, то мой брат пригласил нас в одну маленькую церкушку в селе. Он туда ездил навещать, точнее посещать и проповедовать. И пригласил нас поехать туда с женой. Церкушка была очень маленькая. Я не знал, что там за люди. Спросил его, о чем нужно сказать проповедь. Он говорит, обязательно скажи им о смирении. Я не знаю, что они ему сделали, что им нужно о смирении. Но я приготовился. Мы приехали туда к 10, по-моему. Эти бабушки уже ждут это собрание с 7 утра. Они готовы. Их там 7 бабушек. Ну и как обычно, начинается собрание, молитва, проповедь, сбор. Кстати, интересный был сбор. Он ходил до тех пор, пока все не положат что-то туда, в эту шапку. Песня шла очень долго, пока все не положили. Ну и пришло время мне проповедовать. Я все, что мог о смирении, написал в два параграфа на бумажку. Через минут 20 уже материал был на исходе. Говорить уже было нечего. Но мне брат говорит, продолжай, продолжай, они же слушают. Я еще минут 10. В общем, все, что я мог сказать о смирении, я сказал. И вот бабушка уже перед тем, прямо как заканчивает проповедь, бабушка поднимает руку и говорит, сынок, а что такое смирение? Вот, и тогда я понял слова Христа, блаженны, слышащие. Нет, блаженны, кто имеет уши, слышат да слышат. Вот, но я надеюсь, сегодня история, которая перед нами, она поможет каждому из вас, как я сказал, ответить на этот вопрос. И мы поговорим о истории, которая записана в Евангелии Луки, 7 глава, 36 до 50 стиха. Это история о грешнице, фарисее и Иисусе Христе. Нужен ли тебе Спаситель? Нужен ли тебе Спаситель, кто является Христом, или Христос, кто является Спасителем? От того, как мы ответим на этот вопрос, будет зависеть не только наша жизнь здесь на земле, но и наша вечность. Христос пришел, чтобы стать Спасителем для каждого, кто понимает свою нужду в нем. Проблема в том, что не все или немногие сегодня понимают свою нужду в этом. Мы посмотрим на одну историю, в которой мы видим два типа больных людей. Представьте двух людей. Оба борются с серьезной болезнью. Их диагноз – рак. Первый человек бесспорно тяжело болен. Он не может скрыть боль. Его страдания ощущаются в каждом движении его, в каждом его вздохе. Дискомфорт, в котором он живет, настолько силен, что его можно почти осязать вокруг него. Он хорошо понимает, что он болен. Он этого не прячет. Он этого не стесняется. Он просит о помощи, потому что это его реальность, это его существование. Другой человек, напротив, тоже был болен. И гораздо сильнее, но он не хотел этого признать. Он начал замечать, что устает быстрее обычного. Дискомфорт, в котором он живет, он его не замечает. Он устает быстрее обычного. Потом он это списывает на то, что он устал на работе. Затем он начал замечать, что теряет аппетит и теряет вес. Утром он просыпается, чувствует себя неотдохнувшим. Но он игнорирует все эти сигналы, потому что он не хотел признать, что, может быть, он серьезно болен. Идея того, что ему может понадобиться помощь, казалось ему просто невозможной. Наш текст сегодня освещает двух людей, оба страдающих от тяжелой духовной болезни. Первый – открытый грешник. Он осознает и принимает свои духовные грехи. Его духовное страдание для него также очевидно, как его отражение в зеркале. В резком контрасте стоит второй человек, не знающий о своей болезни. Этот человек не меньше грешник, однако он блуждает в заблуждении, считая себя в пике духовного здоровья. Об этом сегодня наша история. Я разбил эту проповедь на две части. Первым мы посмотрим на эту историю, попробуем понять ее. И вторая часть мы попробуем из нее извлечь уроки, которые мы можем взять для себя. Для детей, дети, если вам 10 и младше, я хотел бы вас попросить, чтобы вы взяли у родителей бумажку и пенсил или пен и попробуйте нарисовать эту картину, о которой мы будем сегодня говорить. Окей? Дети 10 и младше. Попробуйте нарисовать эту картину. Хорошо? И тот из вас, кто лучше всего нарисует или в ней будет больше отражаться то, о чем мы будем говорить, получит приз. Окей? Приз у моей жены, она этого не знает, но у нее есть. Вот, так что вы подойдите. Нет, вы подойдите ко мне, я вам дам этот приз. Хорошо, детки? 10 и младше. Братья, если вам за 20 вы хотите нарисовать рисунок, обязательно подойдите с рисунком к пастырам, чтобы они вам дали тоже подарок свой. All right, давайте прочитаем эту историю. Луки, 7 глава, 36 по 50 стих. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищу, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которой была грешница, узнав о том, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром. Видя это фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 диналиев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которым более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне ноги не дал, а она слезами облила ноги, мои волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазала, она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Итак, это наша история. Три главных лица в этой истории Христос, женщина и фарисей. Это происходит дома у фарисея, Если посмотреть на контекст этой истории, то мы можем увидеть, что евангелист Лука, когда подошел к этой истории, он говорит о том, что между Христом и фарисеями к тому моменту уже были серьезные напряжения. В 29 стихе этой же главы, если вы откроете, по 30 стих, Лука говорит, и весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, а фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе. Итак, чтобы понять нам эту историю, нам нужно понять, что уже к этому моменту были большие напряжения в отношениях Христа и фарисеев. Почему были напряжения? Ну, во-первых, мы видим в 4, 5, 6 главах, что за Христом следуют большие толпы людей. Кроме этого, Он принес радикально новое и преображающее учение о любви, прощении и милосердии. Этих вещей не было у фарисеев. Кроме того, Иисус часто критиковал и обличал их за их лицемерие, гордыню и алчность. Фарисеи, в свою очередь, выражали свое несогласие и критику в отношении учения Иисуса, особенно в вопросах соблюдения субботы, очищения поста и общения с грешниками. 34 стих написано «Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам». Напряжение очень серьезное. Таким образом, к моменту этой истории отношения между Иисусом и фарисеями были не самыми лучшими. Итак, 36 стих. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег». Что мы знаем о фарисеях вообще? Это, во-первых, была иудейская секта, которая начала свое существование незадолго после вавилонского пленения. На тот момент их было около 6 тысяч человек. Они очень строго соблюдали ветхозаветный закон, а также другие устные законы, которые они добавили к десяти заповедям. Они были очень самодовольны, они были законниками. У них была тесная связь друг с другом, и они работали в команде. Это очень важно понимать в этой истории, потому что к этому моменту они уже коллективно определили, что этот человек был богохульник. Он был богохульник, потому что он прощал грехи грешников. Кем был этот фарисей? Мы знаем, что его зовут Симон. Мы знаем еще, что у него уже был вердикт по поводу Христа, когда он пригласил его к себе в гости. В 39 стихе мы читаем, мог ли Христос быть пророком, мы читаем. Возможно, фарисей, пригласивший Иисуса, пригласил его после синагоги, проповеди в синагоге. Как и сегодня, проповедников или гостей, кто приезжает в гости, их приглашают после воскресного собрания. И примерно такая же ситуация была там. Он приглашает Иисуса к себе домой. Представьте, что вас приглашают домой кому-то в гости, и вы чувствуете, ощущаете, что вас не совсем там хотят видеть. Вот представьте, вы приходите, скажем, позвали к семи, вы опаздываете на пять минут, чтобы быть вежливыми, но стучитесь один, второй, третий раз, а вам не открывают. Вы уже собираетесь, уходите, кто-то сбегает сверху, вы слышите, открывает дверь, и они говорят, ну, прости, мы тебя ждали, но обойди сейчас по кругу на задний двор, там у нас есть собака, дети, подожди там, поиграйся с ними. И вот вы там сидите, играете с собакой, вы к них собаки в гости пришли, вы пришли к этому, к этой паре, но вы ждете там на Бекьярде. Через полчаса вы видите, как мама или папа, готовясь к ужину, открывают консерву с бобами или что там было. И вы понимаете, что you're not welcome here, вас не хотят там видеть. Что-то подобное происходит здесь в этой истории. Для чего он приглашает? Появляется вопрос, для чего фарисей приглашает Христа? Очень даже возможно, мы видим это из контекста, что Симон использовал эту встречу как ловушку, чтобы заставить Иисуса сделать или сказать что-то компроментирующее. Он хочет поставить Иисуса в положение, в котором своими собственными словами он может себя разоблачить. Но Христос, в свою очередь, был готов пойти к этому грешнику. Он знал, что этот человек лицемер. Он знал, что фарисей копает под него. Он знал, что на него ведется сейчас дело. И он идет к грешнику, кто является, кстати, худшим из грешников. Кто-то сказал, что худший из возможных грешников это тот, кто думает, что он не грешник и не нуждается в искуплении. Атмосфера за столио тех дней примерно выглядела так. Подобные встречи проходили либо в доме, если был дворик, то происходило во дворах. И в этих дворах был забор, который закрывал этот бэкьярд или вот это место, где они встречались. И таким образом, там в центре стоял не стол, а это был ковер, который лежал на полу. И вокруг ковра были расставлены подушки. Таким образом, чтобы те, кто будут принимать пищу, они облокачивались на левую руку или на локоть, и под ними, как суппорт, была подушка. А их ноги были как можно дальше от стола и от лица. Итак, если представить сверху эту картину, мы видим, что первый полукруг, буква «ю», это их головы, а второй круг – это их ноги. Эта встреча была или подобные встречи были доступны для всех людей. В такой среде бедные люди приходили в надежде, что они смогут собрать какие-то объедки со стола и покормить. Сами покушать и покормить свои семьи. Очень важно не пропустить эту историю с той, что записано в Матфея 26, в Марка 14, Иоанна 12 глава. Там тоже есть Симон, там тоже есть женщина, и история очень похожа, но очень важно нам понять, что история, которая говорит здесь Лука, это история, которая произошла в начале служения Христа. Та история произошла в конце, непосредственно до Его смерти и воскресения. И так только Лука описывает эту историю. Итак, this is a context или то, какой был это вечер. 37 стих. И вот женщина того города, которой была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И став позади ног его, начала, и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы свои, и целовала ноги его и мазала миром. Но не было ничего страшного или странного в том, что там появлялись какие-то незнакомые люди. Например, бедный человек или сосед. Но что было очень странным и удивительным для всех, это то, что там появилась женщина, которую все знали как блудницу. Все знали, что эта женщина блудница. И она приходит туда. представьте, сколько ей нужно было переступить, чтобы появиться там. Мы знаем, мы не знаем точно, мы не знаем как ее зовут, Лука это не говорит. Но мы точно знаем, что это не была Мария Магдалина, потому что Мария Магдалина встречается впервые в восьмой главе сразу после этой истории. Мы не знаем, как она оказалась в таком положении. Может быть, это был ее выбор, а может быть, она еще в юности ушла из дома, спасаясь от насилия. Или заняться проституцией ей вынудила крайняя бедность. Или, возможно, ее продали родители, чтобы она этим принесла деньги домой. А может, она убежала от жестокого мужа. Такие трагичные истории очень часто встречаются в этом злом мире. Неудивительно, что Иисус Христос относился к некоторым блудницам с добротой и сочувствием. И так она узнает, что там на той встрече будет Христос. Об этой встрече, скорее всего, узнал весь город. Христос тогда уже пользовался к тому моменту большой популярностью, о нем знали. И она приносит с собой алавастровый сосуд с миром. Это было самое дорогое, что у нее было. что такое мир? Мир – это ароматическое масло, используемое в то время для ухода за телом. Это духи в наше время. Очень дорогие духи. Сейчас я посмотрел, что есть духи, которые стоят полтора миллиона долларов. Это очень дорогие духи. И она принесла с собой очень дорогие духи туда. Это было самое дорогое, что у нее было. Алавастры – это такой сосуд для хранения, хранения мира. Но почему она принесла его с собой? Эйцегут Квашин, почему же она принесла его с собой? Алавастровый сосуд был или являлся символом преданности, благодарности, уважения и любви. И она пришла туда для того, чтобы помазать голову Иисуса. Она пришла туда, чтобы помазать голову Иисуса. Если бы она пришла мыть ноги его, она бы с собой, скорее всего, принесла полотенце и какой-то сосуд с водой, чтобы помыть ему ноги. Она пришла помазать его голову в благодарность того, что он простил ее. Очень важно заметить здесь эту деталь. Она не получила прощения на этой встрече. Она не получила прощения на этой встрече. Она его получила раньше, а здесь она для того, чтобы проявить свою любовь и благодарность. Как мы это знаем? Посмотрите, 37 стих. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав и принесла, она пришла туда подготовленной. Она знала, что там будет Христос, и она пришла, чтобы поблагодарить его за то, что он ее принял. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосы головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Итак, когда она вошла, она встала позади у ног Христа. Еще раз, вот если за столом лежали люди, то за этим следующим столом стояли люди бедные, которые пришли просто побыть там. И когда она зашла, она приходит и занимает место у ног Христа. Она начинает плакать. Возможно, она видит, как Христос с добротой, с жалостью на этих людей смотрит. А возможно, они встретились взглядом, и он по-отцовски, по-доброму ей улыбнулся. И она начинает плакать. Она переполнена любовью, благодарностью к нему. Она начинает сильно плакать. Возможно, затем она пытается скрыть свои слезы и закрывает лицо, и потом приседает для того, чтобы не привлечь внимание. Ее слезы затем падают на ноги Христа. Она наклоняется и видит, что его ноги грязные. У нее нет воды. И она затем начинает мыть ноги Христа своими слезами. Слез так много, что и хватает мыть его ноги. Ее слезы превращаются в град слез. Она рыдает. Она понимает свою греховность. Она понимает, кто она и кто перед ней сейчас стоит. Но приглашенные в гости пришли не для этого сюда. Это был радостный вечер, или он должен быть радостным вечером. А тут появляется кто-то, кто испортил весь этот вечер. Но невозможно плакать с таким количеством слез без звука. Все люди слышат, что она не просто плачет, она рыдает. Симон, скорее всего, думал, ну вот это наглость. Пришел кто-то to crash this party. Ну хоть у него теперь будет за что зацепиться. Он же пригласил его для чего? Для того, чтобы зацепиться. За что зацепиться? Закон, который учителя добавили к десяти заповедям, гласил, что всякий, кому прикасается грешник, сам становится нечистым. Иисус оскверняет себя, думали они, позволяя этой женщине даже прикасаться к себе. И так она обливает ноги слезами. Теперь ей нужно ноги вытереть. Ей нужно полотенце. У нее полотенца нет, и она распускает волосы, чтобы вытереть ноги Христа. Для фарисеев это очень плохо. То, что сейчас происходит, это очень плохо. В Талмуде сказано, что можно развестись за то, что она распустила волосы перед другим мужчиной. Раввины считали распущенные волосы и раздевание перед другим мужчиной одинаково греховными. This was a big deal. Что происходит там сейчас? Для фарисеев это очень, очень серьезно. Но Христос ее не останавливает. И она не останавливается на этом. Затем она целовала ноги его и затем мазала миром. Все это происходит не за пять минут, это длится весь вечер. Представьте эту сцену. Скорее всего, все разговоры на тот момент остановились. Все внимание сейчас на Христа. Что Он скажет? Как Он отреагирует? Как Он выйдет из этой сложной ситуации? На Иисус Христос знал, что она грешна. Но Он также знал, что она ранее покаялась в своих грехах. И здесь она, чтобы поблагодарить Его. Как мы это знаем? 47-48 стихи, посмотрите. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Но здесь складывается впечатление, и это не совсем точный перевод русский. Складывается впечатление, что она сделала это, и в результате того, что она сделала, Он дал ей прощение. Когда мы читаем этот текст, то складывается такое впечатление. Но в действительности, если вы посмотрите английский перевод, или я привел новый русский перевод, он звучит так. Поэтому я говорю тебе, ей прощены все грехи. И из-за этого она возлюбила так сильно. Из-за того, что Он ей простил, она здесь, чтобы Его поблагодарить. Нао, 39 стих. Мы не знаем, что думали все остальные, но мы знаем, что думает сейчас фарисей. Кто-то сказал, что самые осуждающие слова, которые мы слышим, это те, которые мы говорим сами себе. Диалог в голове Симона показывает большой грех гордыни. Он показывает, насколько он праведен в своих глазах и не нуждается в помощи. 39 стих. Видя это, фарисей, пригласившего, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Нао, мы можем с вами понять, почему он так думает. Ведь она же блудница, весь город об этом знает. Никакой праведный человек не допустит ее даже рядом с собой, тем более прикасаться к нему. Для Симона все понятно. Он смотрит на все, что происходит через очки своей собственной праведности. Он знает, что происходит. У него есть очень точная оценка, что и кто здесь грешен. Она грешница, она недостойна быть здесь. Христос не может быть пророком, раз он разрешает этому быть здесь. Он списывает их двоих. Они в его глазах очень мелкие. Он думает в своей голове, что ради закона, ради Господа, ради дела Божьего мы имеем право с ними так относиться. Мы имеем право так о них думать. Она недостойна. Она самая последняя грешница. Но настоящая проблема фарисея, которого зовут Симон, в том, что он был слеп. Он неправильно видел себя, он неправильно видел эту женщину, он неправильно видел Христа. Ему не нужен Христос. Зачем ему Христос, если я и так правильно живу? Когда у меня все в порядке, я выполнил закон полностью. Для чего мне Христос? Now, кто-то из вас сидит здесь и думает, ну я больших грехов не сделал. Я вырос в семье христианской. Я женился, у меня хорошие дети. «We're doing everything right». Зачем мне Спаситель? Он начинает осуждать ее. Он осуждает Христа. Осуждение – это одна из самых больших проблем фарисейства тогда и сегодня. Христос сказал, не судите и не судимы будете. Не осуждайте и не будете осуждены. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, бревна, не чувствуешь в своем глазе? Как только мы решили, что чье-то поведение неправильное, следующим логическим выводом будет объявить этого человека виновным. На умилостивый шаг простить его. Если вы посмотрите, и вы, наверное, встречаетесь, сегодня очень мало милости, сегодня очень мало любви и прощения. Я говорю о религиозных людях. Из семи или восьми миллиардов людей два миллиарда говорят, что они верят в Христа. Но так мало милости, так много осуждения, так много негативных чувств в отношении друг к другу. Когда мы судим, мы говорим, что мы лучше другого. Мы возвышаемся над другими. Мы перестаем видеть себя в реальности. И это то, что делает фарисей здесь. Христос дальше показывает и доказывает Симону, что он пророк. Христос скрывает его мысли и мотивацию. Посмотрите сороковой стих. До этого момента не было сказано ни слова, ни Христом, ни женщиной, ни Симоном. Dead silence. Все застыли, наблюдая за происходящим. Все думают, что сейчас будет. Что сейчас Христос скажет. Что сейчас Он сделает. Обратившись к Нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. И Он говорит Иисусу, скажи, учитель. Христос ему говорит, у меня есть кое-что тебе сказать. Но в голове фарисей думает, ну после того, как ты допустил всему этому быть, что ты можешь мне еще сказать? Кто ты вообще такой, чтобы мне сказать? И мы видим во Его словах, Он как бы говорит, ну, типа, скажи, скажи, учитель. Go ahead. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, Он простил им обоим. Скажи, который из них более возлюбит Его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. Симон точно понимал, что сейчас делает Христос. Он понял, что Христос сейчас увидел его мысли и его разоблачает. Он понял, что Христос видит его насквозь. Он подумал, что Христос не пророк, а Христос этим вопросом доказывает, что именно Он пророк и больше пророка. Примерно так, как ваш сын или дочка, если вы их в чем-то обвинили и спрашиваете, сделал ты это или нет, и он или она говорят очень нагло и уверенно, нет, я этого не делал. И вы потом показываете видео. Вы говорите, ну я же видел, я же вижу сейчас, что ты сделал. И у этого сына или дочки пропадает дар речи, они краснеют, им нечего сказать. Что-то подобное происходит здесь. Держите эту мысль, мы к ней вернемся. Итак, притча. Оба являются должниками. Один должен был 50 динариев, а другой 500 динариев. Один динарий – это зарплата за один день в то время. Первый был в 10 раз в худшем положении, чем другой. Но оба должны были и не могли оплатить свой долг. Заметьте щедрость банкира. Он простил им обоим. Очень важно понять, что смысл этой притчи не в количестве греха, а в осознании своей греховности. Это очень важно. Смысл этой притчи не в количестве греха, а в осознании своей греховности. Оба фарисеи – женщина в долге. Женщина это хорошо понимала. Симон был слеп. Симон был повинен в грехе бездействия. Гордость, из нее осуждение, сравнение, надменность и превозношение. И так далее. Это также очень серьезный грех. Эта женщина была виновна в грехе совершения, прелюбодеянии и аморальности. Оба, оба виновны. Христос не говорит здесь, что дела не важны, но Он говорит здесь, что она действительно много согрешила. Но наши дела, наша вся жизнь должна отражать глубокую любовь ко Христу. Почему? Потому что Он простил нам многое. Фарисеи были сфокусированы на внешнем. Дела, дела, дела. Поэтому Он смотрит на себя и не видит, почему же Он должник. Она, конечно, она так много сделала зла. Христос подчеркивает, что оба в долге, оба грешники. И Иисус спрашивает его, кто из них более возлюбит Его. Симон очень гордый, но он не глупый. Он понял смысл этой притчи. Он понял, что Христос сейчас ставит его в угол. История очень простая, поэтому он не может просто промолчать на вопрос Христа. Заметьте, как он пытается выкручиваться от ответа. Скажи, который из них более возлюбил Его. 43 стих. «Я думаю, тот, который более простил». В английском написано «I suppose». Now, what do you mean you suppose? Это очень простая история. Она очень понятная. Он точно знал правильный ответ. Но он боится, что сейчас о нем подумают. Он знает, что это значит. Он понял, что речь здесь идет не о количестве грехов, а о признании своей греховности. И Христос говорит ему на его ответ, правильно, правильно ты рассудил. Он сказал, ты правильно понял в теории, но ты не знаешь, как это выглядит на практике. И поэтому Христос дальше объясняет, как же это выглядит на практике. 44 стих. «И обратившись к женщине». И обратившись к женщине. Now, this is тоже очень важный момент в этой истории. Он, Христос, отворачивается сейчас от фарисея, смотрит на эту грешную женщину, но продолжает говорить с фарисеем. Этим самым он отворачивается от религиозной системы и поворачивается лицом грешникам. «И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину?» Он смотрит на женщину, а теперь разговор у него идет с фарисеем, продолжает говорить с фарисеем. «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю, тебе прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Мы ей уже сказали за 47 стих, что он не совсем точно переведен, или смысл этого стиха. Перевод Кулакова звучит так. «И поэтому я говорю тебе, что у этой женщины было много грехов. У этой женщины действительно было много грехов, но они прощаются ей». Вот почему она любит сильно. А тот, кому мало, прощается и любит мало. Фарисею этот вечер, скорее всего, очень дорого обошелся. Пищи было много, она была очень хорошо приготовлена. Но Симон упустил самое главное. В действительности он пропустил самые элементарные вещи, которые должны были сделать те, кто приглашает к себе в дом. Все, что должен был сделать фарисей, сделала эта женщина, сделала это гораздо лучше. «Симон не дал воды, а она слезами мыла ноги. Симон не дал целования, при встрече она весь вечер целовала ноги Христа. Симон не дал и капли дешевого масла, тогда как она вылила самые дорогие духи на него, на его ноги». И Христос заканчивает этими словами. «Ей же сказал, прощаются тебе грехи». Это прошедшее время. «Прощаются тебе грехи». Она пришла сюда уже прощенной. То, что она сделала, это было выражением ее благодарности и ее любви к нему. 49 стих, «Овозлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает». Но теперь эти люди уже думают, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Ее спасли не ее слезы и не дела, которые она сделала. Он говорит ей, что «Вера твоя спасла». Вера в Иисуса, как Спасителя, способного простить все грехи. Это была также вера, которая была выражена через глубокое покаяние, признание себя грешницей. Все это было выражением ее благодарности, выражением ее любви ко Христу. Никаких, даже самые добрые дела не могут заплатить за спасение. Мартин Лютер как-то сказал, «Бог, Отец наш, все поставил в зависимость от веры, так что верующему будет все, а не верующему ничего». Христос не отверг ее слезы и то, что она была блудница. Он признает и говорит, что она, да, грешница. Но ее дела подтвердили, что она была спасена. Замерьте теперь дар веры в 50 стихе. Дар веры в том, что теперь у нее есть мир. Мир с Богом. Она может свободно жить. Ей нечего бояться. Он ее принял. Он знал ее грехи, как никто другой. И он ее принял. Люди все вокруг ее отвергли. Все знали, что она грешница. Что нужно для получения прощения? Что нужно для получения прощения? 1 Иоанна 1, 9. Мы читаем такие слова. «Если исповедуем грехи наши». Вот вопрос «если». Это очень важный вопрос. Нужно прийти к той точке банкротства своего. Нужно понять, что мы должники перед Богом. И когда мы это поймем, когда мы раскаемся в своих грехах, здесь написано «Если исповедуем грехи наши», то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это Его обещание. И последнее. Прощение – основа любви. Прощение – это основа любви. Почему мало любви? Вот вы смотрите по кругу, вы смотрите ваши друзья, и вы сами думаете, почему у меня нет этой пылкости, этой страсти к моему Господу. Христос в Откровении во 2 главе, Он обвинил церковь Ефесскую в том, что она потеряла первую любовь. Сегодня очень мало такой страстной любви по Христу. Я думаю, что эта история отвечает на вопрос «Почему?». Это очень просто, потому что прощение является основой любви. Мы очень мало думаем о нашей греховности перед Богом. Мы слишком становимся гордыми перед Богом и перед друг другом. Прощение – это основа любви. История эта не учит, что дела не важны, но она учит, что стремление, и она не учит, что стремление к святости не важно, и она не учит, что отказ от своего «я» – это неправильно, но она учит тому, что если мы все это делаем без осознания нашей греховности и нужды в Спасителе, мы напрасно тратим свою жизнь на это. В таком случае у нас нет любви. Прощение является основанием любви. Представьте прожить жизнь, как этот фарисей, который смотрит на свои дела, и он на самом деле не видит, «Да в чем же я виноват перед Богом?» И он приходит, предстает перед Господом, и тот ему говорит, «Отойди от меня, я никогда не знал тебя». What a tragedy that is. Нужен ли тебе Спаситель? Нужен ли тебе Христос? Я очень надеюсь, что у каждого из вас будет сегодня положительный ответ на этот вопрос. Давайте мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, Который стал Спасителем. Господь, мы просим, чтобы Ты Духом Твоим Святым сегодня действовал в каждом из нас, и чтобы мы по-настоящему видели нашу нужду в Тебе, чтобы наша жизнь, на самом деле наша святость, к которой мы стремимся, наши правильные поступки, все это было отражением нашей глубокой любви к Тебе. Благослови нас, благослови нашу Церковь, благослови нам нести Твое Слово и Твое Евангелие в этот мир. Помоги нам не судить людей, которые не похожи на нас, которые сильно отличаются от нас. Помоги принимать и даже таким людям показывать Твою любовь, чтобы в нас, в нас, Твоих детях, люди увидели красоту Твою, Твою любовь, Твою заботу. Благослови нас в этом, благослови нашу Церковь в этом. Во имя Иисуса Христа просим об этом. Аминь. Аминь.